Всем привет! С вами в эфире мы и ведущая нашей программы Максим Жаёшко, это я и Ира Корольченко. Это я. У нас сегодня первая зимняя программа, а зима, как известно, это сезон больничных, вечных соплей и уныния. Ну, я все-таки зиму вижу немного по-другому. Это коньки, это лыжи, снег, лед, они рано или поздно появятся этой зимой все равно. Ну и, конечно, Новый год, а для того, чтобы не болеть, нужно просто все время заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, и все будет тип-топ. Ага, проснулся так вот, как летом, облился холодной водичкой сразу на пробежечку. Ну, знаешь, в минус 10 мне интересно было бы на это посмотреть, конечно, но все-таки я думаю, что спорт зимой и летом, они между собой как-то отличаются. И здесь, если перебарщивать, можно, мне кажется, себе даже навредить. Давай в нашей сегодняшней программе ты расскажешь, что как раз делать, чтобы не навредить себе и стать еще более здоровым. А я расскажу о том, как встретить весну в отличной форме. Ведь здоровье – это в первую очередь красота. Я согласен с тобой. Тогда погнали. Погнали, а то холодно. Ну да. Скажу, если не за всех, то за женскую половину человечества точно. Потому что зимой хочется быть не только здоровой, но еще и красивой. Поэтому я вышла на улицы города, чтобы выведать секреты горожан, как даже в минусовую температуру оставаться неотразимой. Что нужно делать зимой, чтобы оставаться красивой? Ну, девчонкам, во-первых, не забывать про крем. Хорошее настроение, оно всегда делается с красивыми. И, ну, опять же, зимой не рекомендуется целоваться на ветру, потому что это привет, Герпес, и прощай, красота. Одеты, тепло, с настроением хорошим. Девушки красятся, что красиво. Скажите, пожалуйста, что нужно делать зимой, чтобы оставаться красивыми? Тепло одеваться. Здравствуйте, что нужно делать зимой, чтобы хорошо выглядеть? Тепло одеваться. Надо с утра обязательно принимать душ. Насчет фигуры, не знаю, наверное, все равно искать альтернативу каким-то свежим фруктам и овощам. Например, какие-нибудь вобовые добавлять в пищу. Меньше мяса, меньше мучного. Ну, конечно, гиалуронка. Обязательно увлажнять кожу, чтобы крем был с гиалуроном красивым. Это я точно знаю. Природу очень люблю. Как бы природа мать и дает, ну, как вам сказать, красоту, бодрость, силу, здоровье. Надо себя поддерживать, всегда говорить красиво, какая я красивая, какая я любимая. Заниматься спортом. Все будет хорошо. Я 7 лет занимаюсь спортом и все еще продолжаю. Поэтому у меня нет проблем с фигурой зимой. Заниматься спортом, питаться хорошо. Ну и радоваться просто жизнью. Тепло одеваться. И, ну да, даже еще быть хорошим настроением себе. Ходить в спортзал, ну и покупать себе крема. Кушать все-таки меньше, несмотря на то, что кофе хочется. Меньше есть. И спортом заниматься. Заниматься спортом. В любом случае тепло одеваться. Вот. Ну и очень много кремов есть на зимний период, поэтому надо пользоваться. Ну, наверное, согреваться лучше. Тогда не будет красный нос. У меня жена всегда хорошо выглядит круглый год. Потому что у нее всегда хорошее настроение. Ну вот если только это. У меня не бывает грустный и печальный. Наверное, это самое лучшее, что может украшать женщину. Больше гулять, хорошо питаться, заниматься спортом. Вот и все. Красиво одеваться. Тепло одеваться. А тепло не красиво. И то, и другое. Наверное, просто хорошее настроение. Как любая девушка, я чем-то пользуюсь какими-то средствами косметическими. Но в любом случае без хорошего настроения, без хорошего отношения ко всему, ничего не будет с лицом и на лице. Так что вот это главный мой секрет. Держать себя в семистичной форме. Купить такого ливенка, пускай греет. Носить теплый шарф еще. И все будет хорошо. Главное, побольше хороших друзей. Внимание молодых людей. Самое главное, будешь счастлива, улыбаться всегда. А ухаживать как за собой? Ухаживать в плане, ну, наверное, какие-то кремы, масочки. Для волос всякие тоже масочки, потом бальзамы. Улыбаться. Улыбка – это самое главное. Улыбаешься – все. Какие-то секреты, может, по уходу за собой есть у вас. Зачем чем-то пользоваться? Естественно, красота лучше всего. Одеваться в спорте. Да, вести здоровый образ жизни. И чаще улыбаться. Улыбаться – это самое первое, наверное, что-то. Иметь хорошее настроение. Любить. Любить, да. Все, и будете хорошо выглядеть. Не зря говорят, что красота – это в первую очередь здоровье. Способов ухаживать за собой в любое время года множество. Но вряд ли вам будет до красоты, если вы на больничном. Так что одевайтесь теплее и не поддавайтесь унынию. В детстве нас учили – хочешь быть здоровым – закаляйся. Скажу честно, у меня с этим как-то не очень сложилось, поэтому сказать, помогает закалка нашему здоровью, придает ли она нам сил, я не могу. Но есть у нас в городе места, где люди ежедневно выбегают на пробежку, закаливаются, занимаются зарядкой ежедневной и делают они это независимо от погоды. Это 38-я бригада. Вот интересно узнать с моих десантников, что они думают насчет закалки и нужна ли она. Походят слухи, что в армии всегда, независимо от времени года, солдаты просыпаются и бегут с голым торсом на пробежку, на зарядку. Это правда вообще? Как бы это зависит от погоды и от условий. То, что мы просыпаемся каждое утро и выбегаем на зарядку, оно так, но с голым торсом мы убегаем только в жаркие дни, когда летом. Допустим, в зимний период бегаем мы в спортивных костюмах, прибегаем на плац, сразу разминаемся, чтобы не повредить какие-нибудь мышцы. Потом прибегаем, и когда лежит снег, мы уже раздеваемся до голого торса и натираемся снегом. И это каждый день? Ну да. Ну, когда снег, естественно, не как сейчас. Да, и когда есть снег, каждый день. Понятно, если ты прослужил уже год, и ты проводишь эту процедуру, то ты уже легче ее воспринимаешь. Вот поначалу, то есть выбежать в спортивном костюме зимой, снять, натереться снегом, это вообще как это пережить? Ну, это главное просто начать. Сразу психологически ты думаешь, что это тяжело, но выходишь по строению, ждешь. Но когда начинаешь бежать, становится тепло, разогревается организм, и это потом не так сложно. Важно понимать, что на службу в 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду попадают парни только с идеальным здоровьем и в хорошей физической форме, предпочтительно ранее занимавшиеся спортом. Поэтому такая закалка обязательно для всех, кому она заведомо не противопоказана. До армии учился в училище Олимпийского резерва в Витебске на отделении бокса. Как бы физическая нагрузка для меня, когда я пришел в армию, были не очень большие, ну, незначительные. Якобы мне давалось это очень легко. У меня было в армии непривычно именно к дисциплине и к новому, более строгому распорядку дня. Закаливание. Ну, закаливался я и на гражданке. Это для меня не впервые. Повышается иммунитет после закаливания. Меньше начинаешь болеть. Привет, Эдгар. У меня такой вопрос. Сразу мне интересно, вот ваши шапки. Вы ходите с открытыми ушами. Постоянно видишь солдат в городе, открытые уши. Как вы к этому привыкаете? Для меня это очень страшно, страшно даже, когда мороз уже хотя бы там минус 7. Что делаете, при каких температурах уши все-таки опускаются? Ну, в первое время, вот, когда я пришел в армию, было непривычно. Я на гражданке даже не примерял, вообще не одевал. Вот, было неудобно как-то. Ну, потом привык. И она сама по себе теплая. Вот, и, ну, когда ты движешься, она дает тепло, и уши, ну, не так сильно мерзут. Но когда уже там больше 20 градусов, уши подмерзают. Вот, ну, и если уже сильно холодно, командиры разрешают сделать шапки по лыжным. По лыжным это, если пустить? Это почти, это, получается, они вот, ну, закрывают вот так. Полностью, а вот сзади взвязываются вот так вот. Ну, и, наверное, шарфы вы уже заматываете. Ну, максимум застегнуть вот так. Ну, вообще то, что вот, в отличие от многих других видов войск, то, что десанты не всегда ходят, демонстрируют свою тельняшку, это, наверное, говорит и о вашей закаленности. Да, это своеобразная закалка, это организм паукает в такой температуре, вот, чтобы, ну, горло не болело. Ну, насколько я понимаю, ты уже старослужащий. Да. То есть уже было то время, когда январь, когда крещение и когда тоже, скажем так, по слухам военнослужащие всегда ныряют в пророг. Это вообще добровольное желание, или это вот надо каждому доказать, что мужик, как бы, он обязан прыгнуть в пророг? Вот как это происходит? Вот, это не слухи, вот, каждую зиму, вот, на крещение, это как традиция, вот, все, вот, у нас есть вододром, вот, такой пруд, где каждый год мы все ныряем в пророг. Зимой, вот, вот, как нырнуть в пророг, окунуться, точнее, это говорит, окунуться в пророг, да, и не заболеть при этом? Ты выходишь сразу на мороз, вот, что нужно делать? Вот, ну, главное, нужно собраться с мыслями, вот, просто заходишь, ныряешь, вот, и когда выходишь, твое тело набирает температуру воды, и на улице тебе станутся тепло. Ты ощущаешь тепло, ну, тебе классное ощущение, получаешь это. Ну, а вообще, вот, окунаясь в пророг, да, выходя из воды, то, наверное, ну, стоит, там, мокрым стоять или еще что-то, нужно, наверное, быстро, там, как-то одеться, вытереться? Какая процедура? Ну, вот, ты зашел в воду, нырнул три раза, перекрестился, ну, по традиции, вот, вышел, вот, пошел, взял полотенце, обтерся, вот, оделся и все, тепло пойдешь. Ну, то есть, вообще, скажем так, погулять еще? Нет, это не стоит, это можно в морожене просто. Также в ежедневное закаливание входит контрастный душ, то есть с холодной водой. Поначалу ребятам приходится непросто, но когда они привыкают, зима у военнослужащих проходит без простуды. Я пришел в ноябре, получается, зима, вот, я думаю, ну, как, ну, вообще, вот, тут дали эту шапку, уши, ну, вообще, ну, открыто горло, вот. Вот, первое время, ну, голо болело, просто, ну, я не понимал, там, вот, попил холодной воды, вот, болело горлышко, вот, потом, вот, прошла зима, вот, прошел этот курс, так сказать, закалки, вот, и сейчас опять выступает холода, вот, и мне уже, ну, ничего, как бы не страшно, то есть, я уже не боюсь морозов, вот, с открытым горлом, допустим, ну, уже не заболею. Парни уже на своем опыте знают, как нужно закаливаться и что закалка дает, но, чтобы не навредить себе, десантники советуют начинать закаливаться постепенно, увеличивать время, проведенное на морозе, а холодный душ не принимать слишком долго. Твое состояние физическое, да, оно улучшается, тебе-то как-то на пользу идет, ты вообще, как часто люди вот от таких температур неподготовленные, как-то не часто там получаете насморк или еще что-нибудь? Допустим, как я, я пришел сюда не так уж и подготовленный сильно, ну, я дома не бегал, там, не занимался, первое время было тяжело бегать, но сейчас нормально, вполне чувствуешь на беге, бежишь, ловишь ритм, и, как бы, температура я не болел никогда. За проведенное время в армии еще ни разу не было такого, чтобы я заболел, там был кашель и что-то тому подобное. Ну, а до армии там? Ну, до армии бывало каждую зиму, буквально, перед каждой зимой перепад температуры, у меня постоянно озноб был, там, болеть какая-то. Десантники по несколько месяцев в году проводят на полигонах, живут в палатках, независимо от времени года и погоды. При этом постоянно выполняют приказы, учатся, стреляют из разных видов оружия и бегают в марш-броски. И вполне возможно, что без закаливания все это было бы им и не под силу. Кремами, масками, хорошим настроением, особенно если оно поднялось от шоколада, фигуру сохранить вряд ли удастся. Здесь нужна ударная доза физической нагрузки. Скажу честно, спортом регулярно я не занимаюсь, но красивой все равно быть хочется. Поэтому я собираюсь сейчас встретиться с человеком, который, как никто, умеет задать жару лишним калориям. Дмитрий Шаш – фитнес-тренер с большим опытом. Научит не только правильно тренироваться, но и питаться. Непримиримый борец с ленью. Сумеет превратить кого угодно в стройняшку. Сегодня люди зимой так же активно занимаются, как летом? Или все-таки какой-то спад в активности есть? В зимний период наш организм накапливает жиры для того, чтобы обогревать наше тело. Это как бы механизм, который был отработан с течением большого количества времени в процессе эволюции. С этим и связаны тренировки. Обычно это массонаборный период. Но, опять же, более корректно можно заметить то, что это не зависит от периода времени. Все зависит от того, что вы хотите получить на выходе. То есть вы можете либо создавать профицит, либо дефицит калорий. То есть либо у вас будет недостаток их, и вы будете терять лишний вес, либо их будет избыток, и вы, естественно, что будете набирать либо мышцы, либо лишние килограммы. В зависимости от того, насколько вы будете активны, и как вы тренируетесь. Я думаю, что оптимальнее всего будет физкультура. Спорт меньше подходит для этого. Для того, чтобы поддержать себя в форме, в принципе, вам нужно следить за питанием, и просто быть активным по жизни. Заниматься физкультурой, делать утреннюю зарядку. Это уже будет началом для того, чтобы начинать менять себя. Если это режим физкультуры, поддержания себя, то вы можете ограничиться, к примеру, зарядкой. Это может быть несложное упражнение, которое вы будете делать, к примеру, ежедневно. Есть такое понятие, как минимум физической нагрузки, необходимой человеку для функционирования каждый день. Поэтому, если они умерены, то вы можете заниматься ежедневно. Если вы хотите что-то большее, ваша тренировочная программа более сложная. Естественно, тут учитывается уже и периодизация, и режимы питания, и много других остальных факторов, которые может открыть вам специалист в этой сфере. Какие есть особенности тренировок и питания в зимнее время? Фактически 60-70% успеха – это то, что мы едим. Мы то, что мы едим. Сказано это не просто так. В этом есть глубокий смысл. И опять же, надо учитывать то, что кроме того, что мы потребляем пищу, на сегодняшний день в реалиях нашей жизни все очень сильно поменялось. То, что кушали наши прадеды и прабабушки, сильно отличается от тех продуктов, которые мы покупаем сегодня и видим на нашем столе. Почему? Потому что сейчас в угоду экономике производители стараются произвести большее количество продуктов. И это, естественно, сказывается на качестве. И сейчас существует такое понятие, как дефицит микро-макроэлементов и витаминов в самих продуктах. То есть раньше, например, для того, чтобы полностью пополнить необходимые для ежедневного функционирования организма грамотно определенный набор питания, да, к примеру, завтрак, обед и ужин, то на сегодняшний день, чтобы получить точно такое же количество витаминов и микро-макроэлементов, вам нужно будет съедать 5-7 килограмм еды. И я думаю, что это нереально просто переварить. Вот, поэтому нужно подпитывать себя дополнительно еще биологически активными добавками, витаминными комплексами. Естественно, что вы должны порекомендовать, ну, это не просто вы пришли и купили любой витаминный комплекс. Вы должны отталкиваться от рекомендаций вашего лечащего врача. Потому что у нас у всех разное состояние здоровья, и мы должны тоже это учитывать при составлении вашего рациона. Какие вот упражнения можно посоветовать новичкам, чтобы заниматься в домашних условиях для поддержания себя в корме? Давайте пройдем в ту сторону зала, там послободнее немножко. Я предлагаю сделать разминку. Разминка проводится сверху вниз. Будем начинать с мышц шеи сначала. Это будут наклоны к правому-левому плечу. Повороты головы к левому-правому плечу. Наклоны вниз, вперед. Вращение шеи по кругу в одну сторону. Вращение в другую сторону. Теперь мы проработаем плечевой спад. В другую сторону. Круговые вращения руками в разные стороны делаем. В другую сторону. Можно сделать проще. Если да, можно в одну и если не получается, можно сделать другие варианты. Есть более сложные и более простые. Все зависит от вашей физической подготовки. Локти. Локтевые суставы тоже надо разминать хорошенечко. В одну и в другую сторону. Кисти. Наклоны. В другую сторону. Вращение корпусом в одну сторону. И потом в другую. Круговые вращения таза. В одну и в другую сторону. Не забываем про колени. В другую сторону. Теперь на стоп. Теперь мы можем приступать к несложным физическим упражнениям. Вы должны представить, что сзади вас находится стул, и мы пытаемся сесть на него. Вес должен переноситься на середину стопы, либо на пяточку. Отодвигаем таз. Присаживаемся. Все. И замираем. Для начала достаточно будет 10 секунд. Потом время мы можем увеличивать до минуты и более. Дышим мы животом. Дыхание осуществляется через нос. И как бы выталкиваем животом воздух посредством напряжения мышц брюшного пресса. Следующее упражнение. Планка. В чем заключаются особенности выполнения этого упражнения? Поясницу. Вы должны представить, что кто-то тянет за поясницу вас вверх. Классическое упражнение в следующем варианте – это отжимания от пола. Естественно, что мальчики будут его делать с упора лежа. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Для девочек, либо для людей с лишним весом, существует более простой вариант выполнения этого упражнения на коленках. Теперь мы будем работать над мышцами спины. Существует также несколько вариантов выполнения этого упражнения. Более сложные и более простые варианты. Начнем с более простого варианта. Здесь вы можете воспользоваться любой веревкой, либо какой-то одеждой. В данном случае я буду использовать свой старый пояс. Можно перекинуть через турник, который вы можете найти фактически в любом дворе. И таким образом выполнять подтяги. Если в классическом исполнении этого упражнения у вас возникают сложности, мы делаем более простой вариант. Теперь более сложный вариант. Как было в школе. Подтягивания обратным хватом. Если вам этого будет недостаточно, либо вы решили для себя, что вам необходимо с помощью специалиста, вы всегда можете обратиться к квалифицированному тренеру, который найдет для вас именно тот вариант, который будет подходить оптимально. Короче, после тренировки начинаешь чувствовать, что мышцы у тебя в теле все-таки где-то есть. И несмотря на то, что болит, наверное, все, я чувствую себя человеком. И ради такой легкости и будущего результата заниматься однозначно стоит. Можно долго рассуждать о том, полезно ли закаливание. Очевидно, что здоровый образ жизни нужно соблюдать все время, независимо от времени года. Тем не менее, зимой нужно соблюдать определенные условия. Какие, я думаю, врач спортивной медицины нам все подробно расскажет. Лучше пойдемте. Ольга, здравствуйте. Я сразу начну с того, что я перед вами был в 38-й бригаде, где десантники, ребята, которые служат, ходят с голой шеей, с голыми ушами. И они говорят, мы закаленные, нам нормально. Вот я у вас сейчас, как у специалиста, хочу спросить, нормально это вообще или ненормально. И вообще, считается ли это закалкой и как нужно закаливаться? Следует начать с того, что же такое закаливание. Это такая целая система мероприятий. Закаливание, есть различные виды закаливания. Это закаливание воздухом, закаливание солнцем, закаливание водой, закаливание низкими температурами, высокими температурами. Самое главное в этом деле – это постепенность и регулярность. Поэтому, если вам ребята говорят, что мы уже закаленные, то есть, ну, наверное, уже они, да, действительно закаленные. Потому что начинать сразу ходить, если вы никогда этого не делали при минусовой температуре раздетым, конечно, это уже не закаливание. Это будет на следующий день не очень хорошее самочувствие и будет, наверное, высокая температура. А если это проводить мероприятие постепенно, вот, и достаточно регулярно, тогда адаптационные резервы организма все это воспринимают естественно и получается действительно тот результат, которого мы ходим. То есть, повышение сопротивляемости организма, повышение устойчивости организма к различным факторам, неблагоприятным именно внешней среды. Так все же, как нужно закаливаться и чем нам вообще грозит вот эта самая неправильная закалка? Закаливание начинается уже с самого рождения практически. То есть, маленькие дети походить босиком по дома, по полу, либо это если по улице босыми ножками, то уже есть элемент закаливания. Самые главные принципы – это именно постепенность. То есть, если это прогулки на свежем воздухе, то есть постепенно мы увеличиваем время, постепенно мы, может быть, одеваемся более легко, чтобы организм наш адаптировался к этим температурам. Сейчас начнется то самое время, когда все массово пойдут окунаться в прорубь. Так вот, как все-таки нужно? Вот сам алгоритм действий, которым нужно руководствоваться, когда мы окунаемся в прорубь, чтобы это было так-то безопасно для каждого из нас, ну и вообще на пользу. Если касательно одноразового этого мероприятия, которое ныряние в прорубь, то, конечно, вообще нужно чувствовать свой организм, и потому что не все люди могут по медицинским показаниям это сделать. То есть, людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, делать этого вот так вот резко сразу однозначно не надо, потому что будут достаточно серьезные последствия. Все-таки все, в первую очередь, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни ради красоты. Так может ли нам это самое закаливание подарить какие-то большие мышцы или разгладить наши морщины, или еще какой-нибудь чудодейственный эффект оказать? Мышцы не вырастут, морщины не разгладятся, но общее самочувствие организма улучшится. То есть, это прежде всего комфортное состояние человека в плане того, как он себя ощущает, то есть, то, что он ощущает себя здоровым, это уже большой психологический настрой, подъем, это выделяется гормоны радости, эндорфины, за которыми мы все гонимся, кто как, кто-то через сладкое, кто-то через кофе, кто-то через физические упражнения. То есть, пути могут быть разные. Выступы, закаливание – это один из способов получить вот эти гормоны радости. Поэтому, ну, плюсы однозначно есть, но если соблюдать правильно все эти принципы. Но сейчас, если мы уже будем закрывать тему закаливания и коснемся занятий спортом, я имею в виду здесь любительский спорт, когда люди просто хотят быть здоровыми, красивыми, как им быть зимой, как им правильно заниматься спортом. Должен ли как-то режим занятий в спортзале отличаться в зимний период и в летний? Если занимаемся в спортзале, в общем-то, не очень они должны отличаться, потому что в спортзале достаточно одинаковая температура и летом, и зимой. Ну, нужно только сказать, что мы все-таки недалеко ушли от млекопитающих. Мы все-таки животные по большому своему счету, да. И так же, как и у животных метаболизм наш замедляется зимой, так и у нас людей тоже. То есть, у нас немножко появляется большая склонность к тому, чтобы все отложить про запас. Поэтому зимой тренировки должны быть в некоторой степени даже более интенсивны, чтобы мы достигли того же результата, что и летом от той же тренировки. Ну, сейчас давайте в конце нашего разговора мы подытожим, кратко перечислим основные моменты, как нужно заниматься, правильно заниматься, без вреда. Зима – это достаточно большой промежуток от года, поэтому если вы регулярно до этого занимались, конечно, заканчивать занятие из-за того, что наступила зима, не нужно. Если вам комфортно заниматься дальше в зале, то здесь, в принципе, никаких отличий не будет. Если вы хотите добавить занятия на свежем воздухе, тогда нужно соблюдать определенные условия. То есть, подобрать себе правильную, во-первых, обувь, чтобы кроссовки не скользили по лед, снег, вот эти моменты. Одежда должна быть многослойная. Первый слой – это термобелье специальное, которое продается во всех спортивных магазинах, которое хорошо отводит влагу и не создает вот этого ощущения мокрой спины, скажем так. Второй слой одежды – это, как правило, синтетический костюм, какой-то ткань, которая тоже хорошо, скажем, не впитывает вот это, как хлопчатобумажная, она мокрая, она долго мокрая. И третий слой – это что-то типа ветровки, которая не продувается ветром. И желательно, конечно, брать с собой теплый чай. То есть, уже не воду холодную, чтобы пить, потому что восполнять жидкость тоже надо, если это имеется в виду какая-то пробежка длительная. А брать тогда термос небольшой, стеклым чаем. Вот. Ну и по температуре тогда. Если температура окружающей среды достаточно низкая, то не стоит делать пробежки, если вы до этого их не совершали. В плане дыхания, значит, желательно вдыхать носом, выдыхать ртом или носом. Если у вас уже во время тренировки не получается вдыхать носом, значит, для вас эта нагрузка уже достаточно большая, стоит тренировку завершить, либо уже продолжить ее в помещении. То есть, достаточно на улице. Потому что, если вы начнете дышать только через рот, тогда холодный воздух будет попадать непосредственно не обогретый в легкие и будет склонность к возникновению респираторных заболеваний, что нам не нужно абсолютно. Мы ждем от тренировки другое. Теперь мы знаем, спор зимой можно. Соблюдение всех правил необходимо. Лишь в этом случае мы добьемся желаемых результатов, а не пролежим в кровати, дожидаясь весны с надморком. В общем-то, я думаю, пора встречаться уже с Ирой и подводить в тоги. Ну, что хотелось бы нам сказать в итоге. Частично я был прав, все-таки зимой и летом спортивные занятия должны немного отличаться. Например, разминку лучше проводить на улице, если вы собираетесь идти на пробежку. Если же вы занимаетесь в спортзале, то существенных изменений нет. Даже, как посоветовал нам спортивный врач, нужно заниматься интенсивнее. Ведь мы зимой накапливаем жиры, как ни странно, для того, чтобы не мерзнуть. А что же ты можешь нам сказать? Я хочу сказать, что оставаться и здоровыми, и красивыми – это большой труд. Но он того стоит, ведь это поможет в будущем избежать многих серьезных проблем со здоровьем. Да, или, например, на пляже весной можно будет не стесняться, потому что на пляже весной мы не ходим, а ходим летом. Летом и будем стесняться. Вот точно. Так что, если вы занимались спортом, не стоит прекращать тренировки и зимой. Если вы еще не начинали, сейчас самое время. Ну и, конечно же, пора начать закаливаться. Все-таки это полезно, но начинать нужно с малого. Но и не всем это подходит, не стоит забывать и об этом. На этом мы, пожалуй, закончим. С вами была программа «В эфире мы» и ее ведущая Максим Жешко и Ира Корольченко. Увидимся в следующий четверг. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok